Всем здравствуйте, меня зовут Олеся, и тема моего доклада «Информация по Хартли. Количество информации». Проблемами хранения информации, передачи ее по каналам связи и задачами определения количества информации занимался Хартли. Именно он приложил основу теории информации, определив меру количества информации для некоторых задач. Формула Хартли определяет количество информации, содержащейся в сообщении длины n. Считается она так. i равен логониху числа n по основанию 2, где i – это количество информации, n – число равновероятных событий, и эта формула была выведена в 1928 году американским инженером Хартли и носит его имя. С этого времени началось интенсивное развитие теории информации, вообще углубленное исследование вопроса об измерении ее количества в частности. Память носителя информации имеет некоторую физическую емкость, в которой она способна накапливать образы, и количество накопленной в памяти информации характеризуется в итоге именно разнообразием заполнения этой емкости. Для объектов неживой природы – это разнообразие их истории, для живых организмов – это разнообразие их опыта. Флот Шеннон предложил использовать термин «вид» в 1948 году для обозначения единиц информации. «Вид» – это единица измерения объема информации, количества информации, которая соответствует сообщению о выборе одной из двух равновероятных альтернатив – истина или ложь. Если говорить о вычислительной технике, а также сетях по передаче данных, там обычно значения нуля и единицы передаются при помощи различных уровней напряжения или тока. Следует отметить, что в сфере вычислительной техники, особенно если речь идет о стандартах и документации, слово «вид» применяется часто в значении двоичный разряд. Приведем пример. В корзине лежат 16 шаров разного цвета. Сколько информации несет сообщение о том, что из корзины достали именно красный шар? Вытаскивание из корзины любого из 16 шаров – событие равновероятное. Поэтому для решения задачи применима формула 2 в степени i равно n. Здесь n равно 16 число шаров. Решая уравнение 2 в степени i равно 16, получаем ответ – i равен 4 бита. Основоположник теории информации Клуд Шеннон определил информацию как снятую неопределенность. Неопределенность возникает в ситуации выбора, задача которой решается в ходе снятия неопределенности, уменьшение количества рассматривающих вариантов и в итоге выбор одного варианта из числа возможных. Снятие неопределенности дает возможность принимать обоснованные решения и действовать. В этом управляющая роль информация. Величина, характеризующая количество неопределенности в теории информации, обозначается символом H и имеет название информационная энтропия. Энтропия – это мера неопределенности, выраженная в битах. Также энтропию можно рассматривать как меру равномерности распределения случайной величины. Представьте, что вы зашли в магазин и попросили продать вам жевательную резинку. Подавщица, у которой, скажем, 16 сортов жевательной резинки, находится в состоянии неопределенности. Она не может выполнить вашу просьбу без получения дополнительной информации. Если вы уточнили, скажем, что Орбит из 16 первоначальных вариантов, продавщица рассматривает теперь только 8. Вы уменьшили ее неопределенность в два раза. Если вы просто указали пальцем на витрине, вот эту, то неопределенность была снята полностью. Забегая вперед, скажем, что этим жестом в данном примере вы сообщили продавщице 4 бита. Количество информации, числовая величина, адекватно характеризующая актуализируемые информацию по разнообразию, сложности, структурированности, определенности, выбору состояния отображаемой системы. Харкли в 1928 году предложил формулы для вычисления количества информации. В теории связи информация выступает в виде различных сообщений, например, буквы или цифр, или в виде непрерывной функции времени, как при телефонии или радиовещании. В любом из указанных примерах, в конечном итоге задача состоит в передаче смыслового содержания человеческой речи. Мера – непрерывная, действительная, неотрицательная функция, определенная на множестве событий и являющаяся аддитивной. Меры могут быть статистические, динамические, в зависимости от того, какую информацию они позволяют оценивать – статистическую или динамическую. Современная наука о свойствах информации и закономерностях информационных процессов называется теорией информации. Содержание понятий информации можно раскрыть на примере двух исторических первых подходов к измерению количества информации – подходов Харкли и Шеннона. Первый из них основан на теории множеств и комбинаторики, а второй – на теории вероятностей. Существуют различные подходы к определению количества информации. Наиболее часто используются следующие два способа измерения информации. Объемный подход. Используется двоичная система счисления, потому что в техническом устройстве наиболее просто реализовать два противоположных физических состояния. Энтропийный, по-другому его называют вероятностный подход. Этот подход принят в теории информации и кодирования. Семантический подход. Связывает свойства информации со способностью пользователя принимать поступившие сообщения. Прагматический подход. Эта мера определяет полезность информации, ее ценность для достижения пользователям поставленной цели. Количество информации в сообщении определяется тем, насколько уменьшилась эта мера после получения сообщения. Чем больше энтропия системы, тем больше степень ее неопределенности. Наступающее сообщение полностью или частично снимает эту неопределенность. Следовательно, количество информации можно измерять тем, насколько понизилась энтропия системы после получения сообщения. В содержательном подходе информация – это снята неопределенность. Неопределенность некоторого события – это количество возможных результатов, исходов данного события. Приведем пример. Я подброшу монету, и она упадет или орлом, или решкой, о чем я заранее не знаю. То есть существует неопределенность. Такой вопрос. Одинакова ли будет вероятность падения монеты орлом и решкой? Да, одинаково. В нашем случае количество информации в сообщении о том, что монета упала, например, решкой, равна одному биту. В любом ответе на вопрос, предполагающем два варианта ответа – да или нет, орел или решка – содержится один вид информации. Информация, информационные системы, информационные технологии играют в современном обществе все возрастающую роль. Знание теоретических основ информатики и ее связи с другими фундаментальными дисциплинами будет способствовать лучшему пониманию информационных процессов, происходящих в окружающем нас мире. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Бородина Дарья, я студент КАУП-34 и подготовила презентацию «Информация по шинону. Количество информации по шинону». Информация – это сведения или знания о чем-либо, знания, которые можно собрать, хранить, передать, обработать или использовать. Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio», что означает «сведение, разъяснение, изложение». Информация в информатике обладает рядом свойствами, такие как запоминаемость, воспроизводимость, передаваемость, преобразуемость и стираемость. Передается информация в информатике при помощи сигнала. Сигнал – это физический процесс, который имеет информационное значение и может быть дискретным или непрерывным. Дискретный принимает лишь конкретное число значений за определенное число моментов времени. Непрерывный – тот, который постоянно изменяется как во времени, так и по амплитуде. Сигналы, которые несут символическую или текстовую информацию, являются дискретными. Клод Шеннон и его вклад в информатику. Клод Шеннон – 1916 по 2001 год. Это выдающийся американский ученый, который является создателем теории информации. Будучи молодым ученым, он увлеченно конструировал различные автоматические и механические устройства. Достижения Клода Шеннона определили будущее информационного пространства. Он разработал фундаментальные законы передачи информации и теорию информации, которая складывалась из шести концептуальных теорем. Именно Шеннон в 1948 году предложил использовать слово «бит» для обозначения на не меньшие единицы информации. Кроме того, понятие энтропии было важной особенностью теории Шеннона. Что касается философского наследия, то ему принадлежат две идеи. Цель любого вида управления – это меры улучшения энтропии, как некой меры беспорядка и неопределенности в системной среде. Все, что есть в этом мире, представляет собой канал связи. И чтобы добиться хороших результатов, необходимо согласовывать информационные, технические, правительственные и гуманитарные решения с пропускной способностью, связанной канальной средой, с которой они как раз-таки и взаимодействуют. Клод Шеннона определил информацию, как снятую неопределенность. Неопределенность возникает в случае выбора. И снятие неопределенности дает возможность принимать обоснованные решения. В этом является управляющая роль информации. Процесс передачи информации при этом предполагается, что имеется источник и получатель информации. Сообщение от источника получателю передается посредством связи. То есть информационного канала. В таком процессе информация представляется и передается в форме некой последовательности сигналов и знаков. Если в процессе передачи используются технические средства связи, то их называют каналами передачи информации. Информационными каналами. К ним относятся такие средства связи, как телефон, радио и телевидение. Клодам Шеннонам была предложена схема процесса передачи информации по техническим каналам. Под кодирование понимается любое преобразование информации, идущей от источника в форму, пригодную для ее передачи по каналам связи. Термином шум называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи, прежде всего, возникают по техническим причинам. И в первую очередь применяются технические способы защиты каналов связи от воздействия шумов. Теория кодирования была разработана Клоном Шенноном, и она предотвращает меры борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-либо части информации при передаче может быть компенсированной. Так, и теперь уже количество информации по Шеннону. Для определения количества информации не всегда возможно использовать формулу Харкин. Ее применяют, когда выбор любого элемента из множества, содержащего n элементов, равнозначен. Или при алфавитном подходе все символы алфавита встречаются в сообщениях, записанных с помощью этого алфавита, одинаково часто. Однако, в действительности символы алфавитов в естественных языках сообщений проявляются с разной частотой. Пусть мы имеем алфавит, состоящий из n символов, с частотой характеристикой от p1 до pn, где p от а это вероятность появления этого символа. Все вероятности неотрицательных их суммы равны единице. Тогда средний информационный вес символа, количество информации, содержащихся в символе такого алфавита, выражается следующей формулой, которая приведена. a это количество информации, n это количество возможных сообщений, и p от а это вероятность отдельных событий. В общем случае, энтропия h, это количество, получаемое в результате снятия неопределенности информации i, зависит от исходного количества рассматриваемых вариантов n и априорных вероятностей реализации каждого из них формулы представленной. Расчет в этом случае энтропии производится по формуле Шеннона, который он предложил в 1948 году в статье «Математическая теория связи». В частном случае, когда все варианты равновероятны, остается зависимость только от количества рассматриваемых вариантов, то есть h равно f от n. В этом случае формула Шеннона значительно упрощается и совпадает с формулой Хакли, которая была введена в 1928 году. Зависимость между вероятностью, значит, в таком случае, качественную связь между вероятностью события и количеством информации в сообщении об этом событии можно выразить так. Чем меньше вероятность некого события, тем больше информации содержит сообщение в этом событии. Ответить на вопрос нам поможет формула вычисления количества информации, которая была введена в 1948 году. Так, и минимальная неопределенность равна нулю. То есть эта ситуация полной неопределенности. Распределение вероятности для ситуации полной определенности выглядит так. Энтерапия определяется как мера неопределенности, которая выражена в битах. Также энтерапию можно рассматривать как меру равномерности распределения в случайной величине. Когда неопределенность снята полностью, то количество полученной информации i равно изначально существующей неопределенности h. При частичном снятии неопределенности полученное количество информации и оставшиеся не снятые неопределенности равна их сумме. Формула тоже представлена. H, N нам доказано, что энтерапия характеризуется следующими свойствами. Энтерапия всегда не отрицательна. Энтерапия равна нулю в том, в крайнем случае, когда вероятность одного события равна единице, а вероятность всех остальных равна нулю. Энтерапия имеет наибольшее значение при условии, когда все вероятности равны между собой. И, подходя к итогу, мы можем сказать то, что в случае равной вероятности событий статистическое определение количества информации по Шинону совпадает с определением количества информации по Хартли. Совпадение оценок свидетельствует о полном использовании информационной емкости системы, то есть формула Хартли соответствует максимальному значению энтерапии. Энтерапия. Играет музыка.